У солдата стоит, служба идет, а стоит что? А правильно, стройка. На этой неделе стали известны первые результаты проверки военной прокуратуры и сроков и качества строительства объектов, принадлежащих Минобороны. И как вы думаете, что оказалось самым интересным? А никогда не догадаетесь, но я вам все равно расскажу. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. И так никогда такого не было, и вот опять. Военная прокуратура, как они сами говорят, в ходе надзорного сопровождения выявила явные нарушения в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов Министерства обороны. Причем в слово «явные» я вкладываю всю широку российской коррупции, ну потому что на сегодняшний день неисполненными остались 83% государственных контрактов. 83, друзья, это 1852 объекта, деньги на которые были выделены, но так и не дошли до адресата. А это, на минуточку, объекты систем ядерного сдерживания, предупреждения о ракетном нападении, а также космические системы, обеспечивающие стратегические интересы России. Ну, короче говоря, все то, что в современных условиях не позволит нам грацевать без оглядки назад. А зад, он же бэкграунд, у нас внушительный. Потому как теперь прокуратура просит вернуть все полученные на объекты деньги. А это ни много ни мало, а 186 миллиардов рублей. К слову сказать, в ушедшем 2022-м деньги в Минобороны России все-таки начали возвращаться. Но не в тех количествах, в которых раскидывались. Пока что эта сумма достигла цифры в 1,3 миллиарда рублей. И с учетом современных реалий, когда первая половина подрядчиков могла уйти на спецоперацию, а вторая задержаться в Казахстане, денег Минобороны может не увидеть еще долгое время. А я, кстати, друзья, все последние годы все чаще задавалась вопросом, а куда, собственно, уходят те безумные деньги, выделенные на национальную оборону. А я напомню, каждый год в среднем это 3,5 триллиона рублей. Ну, думаю, страну от врагов защищают как могут. Типа, если на нас нападут, то у нас и танки мощные, и ракеты быстрые. Но как-то не задалось. И, наверное, я даже понимаю, почему. Просто никто из аппарата не задумывался о том, что в 21 веке противостояние может перерасти в реальное метание копий и стрел. А потому зачем тратить деньги на строительство каких-то там военных объектов, когда можно потратить на возведение дворца, например, в китайском стиле. Я сейчас ни на что не намекаю, и все совпадения реально случайны, исключительно вымышлены. Но! Вот за жизнь прокурора я бы побеспокоилась. Помните, когда-то в нашей истории была такая персона с фамилией Поклонская? Была, потому что тоже когда-то занимала пост прокурора. Правда, полуострова. Но потом что-то пошло не так, и девочка с миловидным лицом была выслана далеко за пределы России. Впрочем, свою строптивость Наташа показала и тут, отказавшись от ссылки по семейным обстоятельствам. Потом было рост сотрудничества, потом вновь увольнение. Впрочем, зачем я пересказываю вам судьбу прокурора, которого еще не наказали? Ведь хоть он и провел свою проверку, Однако, в своем представлении он предложил принять меры, усилить контроль, провести анализ. Короче говоря, все, лишь бы только не наказать виновных. А это, извините, больше попахивает популизмом, нежели реальными делами. Я, конечно, предполагаю, что денег в России последний вагон, но вытаскивать их из нерадивых генподрядчиков сейчас? Ну, такое себе занятие. Впрочем, а вот что-то и получится, особенно если долго мучиться. Я сейчас не про Виагру, которую, кстати, на этой неделе было решено больше не отправлять в Россию. Компания по производству таблеток, к слову сказать, американская, решила, что свои проблемы россияне больше не должны прикрывать вражеским лекарственным препаратам, а расписаться в своем бессилии и признать, наконец, то, что стоять в нашей стране в реальности могут только стройки. Впрочем, Минпромторг в тот же день поспешил успокоить возбужденное население. Прервать российское размножение злобной Америки не удастся, потому как подобное действующее вещество в России уже зарегистрировано и даже введено в гражданский оборот в рамках одной из государственных программ. А значит, удара ниже пояса наши мужчины не почувствуют. Впрочем, я начала совсем не об этом. Помните, в прошлом выпуске новостей я рассказывала вам об инициативе Максима Иванова мобилизовывать безработных? А че, работа почетная, зарплата высокая, написал тогда депутат. Как-никак 195 тысяч обещанных рублей. Впрочем, после разгрома идеи старшими товарищами инициатор одумался и сам, ну и массово, начал строчить в своем телеграм-канале проблемы военнослужащих. Вернее, их удачные с точки зрения Иванова разрешения. Вот, например, 15 февраля депутат обозначил непорядок, который произошел еще в прошлом году. Тогда к нему обратился боец из Новоуральска, у которого госпиталь потерял справки о ранении. А что ждет военного без справки? А правильно, отсутствие положенных денег. И вот с помощью Иванова вопрос со справками решился. Правда, спустя несколько месяцев. Но главное, что боец получил свою выплату. А это, со слов депутата, настоящий повод для радости. Правда, лично я подобное ликование не разделяю. Потому как документы военнослужащих теряются, ну просто пачками. Взять хотя бы тот же ростовский госпиталь. А решается вопрос исключительно в индивидуальном порядке и не без участия популистских мер. Впрочем, теперь вы знаете, кому и куда жаловаться. Господину Иванову. И желательно в открытых соцсетях. Ну, чтобы у депутата не было возможности соскочить, а у вас были доказательства его работы. А то скоро выборы. Сами понимаете, что именно они и действуют на народных избранников, как потерянная Россия Виагра. И именно в этот период их КПД значительно возрастает. Так что ловите лайфхак и не благодарите. А между тем, на этой неделе стало известно, что президент России решил одобрить эксперимент, который Минцифры планирует провести с россиянами. Речь идет о замене бумажного удостоверения личности цифровым аналогом. Причем, как утверждает коммерсант, чем быстрее, тем лучше. Я прям сразу представила, как моя 90-летняя бабушка на просьбу разносчика пенсии предоставить паспорт начинает судорожно копаться в своей Нокии в желании найти на госуслугах паспорт. Но я все-таки надеюсь, что инициатива будет добровольной, как сейчас это происходит с трудовой книжкой. Вот я, например, до сих пор пользуюсь ее бумажной версией, заставляя работодателя заносить в трудовую все изменения, связанные с работой. Не позволяет мне мой опыт доверять электронному документообороту в России. И пока закон позволяет мне не доверять ему дальше, я, пожалуй, продолжу. Надеюсь, с паспортом ситуация не окажется кардинально другой. Хотя недолог тот день, когда все там будем. Ведь не секрет, что в России уже давно планируют перевести бумагу в электронный вариант, заключив тем самым россиян в цифровой концлагерь. Причем первая репетиция парада весьма успешно прошла в период пандемии. Помните, как большинство из нас, но не я, в припрыжку поскакали получать QR-коды. А вот эта вот оплата лицом и распознавание его городскими камерами видеонаблюдения. Ведь многие тогда до амнистии получили штраф из-за отсутствия маски в общественном месте. И почему-то это никого не возмутило. Никого, кроме меня. А потом наступит и следующий шаг. Паспорт в виде карточки с чипом или электронный в виде QR-кода. Потом мы также молча проглотим упразднение наличных денег и наденем цифровые ошейники. Вот тогда и наступит эра прозрачности, которой так стремится Россия и которая уже пришел Китай. Ну и наша остановка уже следующая. Взять хотя бы имеющуюся у нас недвижимость. Помните, раньше нам выдавали свидетельство, подтверждающее наличие у нас квартиры. А теперь на квадратные метры нам выдают бумажку. Причем с ограниченным сроком годности. Нет, если она лежит у вас дома и никуда не требуется, то обновлять ее не нужно. Об этом говорит 218 закон. Но вот если потребуется ее предоставление в госорганы, то там с большей вероятностью с вас спросят ее актуальную версию, датированную не более чем месячным сроком давности. Госуслуги, например, по этому поводу открыто заявляют, внимание, цитата, у ведомства или организации, куда нужно предоставить выписку, могут быть требования по давности ее получения. Уточните требования там, куда собираетесь предоставлять выписку. Конец цитаты. То есть, по факту, после покупки квартиры на руках у нас остается только выписка. Другими словами, некая ссылка на государственный реестр, где вообще-то хранится не только информация о наших покупках, но и сами наши недвижимые приобретения. Потому как если с цифровым сервисом хоть что-то случится, мы рискуем потерять не только жилье и автомобиль, но и в случае электронного паспорта себя вообще. Ну и чем это не отличный способ для наказания неугодных? Высказал свою позицию, отключился от внешнего мира. Вернее, тебя отключили. И вот ты уже не Иван Иванович, и продать квартиру ты уже не сможешь, потому что пока ты наказан, в реестре она не числится. А вот когда раскаешься, сможешь выйти из теневого бана. Правда, не факт, что оттуда же выйдет и твоя недвижимость. Коррупция-то не дремлет. И пока каждый из нас думает, да нет, такого не будет, в России все быстрее принимаются законы для ухода в цифровую реальность. Причем процессу не мешает ни СВО, ни санкции, ни внутренние проблемы страны. Так что, как говорит наш редактор, будем посмотреть, а что же будет дальше. А дальше будет 22 февраля. Именно на эту дату запланировано внеочередное заседание Совета Федерации. К слову сказать, именно в этот же день заседать будет и Госдума. А днем ранее состоится обращение президента к Федеральному собранию. Причем темы повесток на момент записи программы озвучены не были. То ли готовится сюрприз, то ли вновь что-то намечается. Ведь если вспомнить день 22 февраля прошлого года, то там, если припоминаете, в ускоренном режиме были утверждены договоры взаимопомощи. И через два дня объявлена спецоперация. Что будет ратифицировано в этот раз и что за этим последует, узнаем уже совсем скоро. Но думаю, что патриотическими стихами и прослушиванием гимна явно не отделаются. Ну, может быть, предположения есть у вас. Пишите в комментариях, пока это единственное место, где можно безнаказанно делиться прогнозами. Ну, а у меня на этом все. Я надеюсь, вы тоже ждете хороших новостей. Но пока у меня их нет. Так что верим в лучшее и увидимся завтра. Всех люблю. Пока-пока.